Приветствую, дорогие подписчики и гости канала Гудбой! Как вы помните, я прохожу на своем канале игру Goblins 3 или Goblins Quest. Это второе ее название. И в прошлый раз я застрял на этом месте, не зная, что делать дальше. Потому что вроде я делал все по прохождению, но оказалось, что это не помогало. Я потом все-таки узнал, в чем проблема. В общем, прохождение не совсем точное. А мне было указано, что надо червяком этим запрыгнуть на рычаг. Я вроде все делал как там написано, но так как там не было этого написано, я вот застрял. Вот так надо было делать и подкинуть нашего Блаунта, нашего Гоблина наверх. Чего? Чего ты странно себя ведешь? И очень странный. Ну ладно. Вот такие они старые игры, как будто не тестированные. Вот, наконец-то. Ох. Действительно, пиксель-хантинг, как говорят. Охота за пикселями. Мы взяли подошву, в общем. Хорошо. Возвращайся. Не можешь, да? Ну ладно. Прыгай в трубу. А теперь использую письмо на зеркале. Любовное письмо, что мы нашли. Он говорит, это любовное письмо от алхимика, написано на обороте рецепта. Он говорит, что фликсир надо приготовить так. Мыльный пузырь плюс слезы радости плюс прах из пера букосьера влюбленного. Вот. Как-то так. Хорошо. Теперь мы будем ловить цветочек. Опа. Взяли цветочек. Вот он. Какой у нас большой инвентарь. Сколько у него уже всего лежит. Идем в бакалерею, что ли? Что любопытно, сюда мы зашли уже в образе волчонка. А, это, видимо, при свете дня мы превращаемся обратно в себя. Ва-вах. Вот он и отдал нам монетку. При свете дня мы превращаемся обратно в гоблина. А в помещении, видимо, всегда будем волчонка. Тут где-то должна быть кнопочка. Ладно. Иди-ка сюда. Используй здесь молоток. Нет, не на себе. Бабах. Какой злобный волчонок. Прямо за диром. А вот как можно вынуть мыло. Нашим фулбертом. Ну или этим, как их, червячком. Теперь у нас есть мыло. Оно наверняка пригодится. Видите, какой у нас большой инвентарь. Я говорил, что он большой пять минут назад. Но теперь он стал еще больше. Теперь вроде надо к какому-то колокольчику подойти. Но тут есть несколько колокольчиков. Вот колокольчик дверной. И вот большой колокол. Какой они имеют в виду, не знаю. Ладно. Наверное, придется залезть сюда. Ладно. Попробуем. используем дудку на колокольчике насколько это возможно ладно может быть так получится даже имея полное прохождение можно застрять и не понимать что нужно делать не понимает что от меня собственно нужно может на этом колокольчике надо использовать нет в общем сначала надо нам приготовить эликсир это я как-то пропустил новый эликсир эликсир скорости берем подошву и кидаем ее сюда наверное а ясно он говорит что нам сначала водички набрать туда ладно берем водички и наливаем отлично теперь можем взять подошву и кинуть сюда хорошо берем зажигалку и поджигаем пусть варится вареная подошва будет замечательно теперь берем косточку то что мы нашли и сюда и с тупкой растолчем и отлично а ясно миксер пепел ну как бы не пепел а пыль от толченой косточки вареную это стельку тоже сюда и последний ингредиент это цветочек который мы подобрали у девушки я не помню куда надо одевать сюда что ли нет не сюда сюда а тоже не сюда и давайте вот дистиллятор может тоже надо водички подлить а 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 в общем видимо я не там поджигал а а но вот здесь надо было поджигать нажимаем на кнопочку получим результат берем получившийся эликсир и разливаем по бутылкам готово можно уходить и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот. Спускайся, давай. Сейчас перышко прилетит. Есть. Ух ты, теперь тут какой-то дедушка появился. Он не работает, потому что есть много ингредиентов. Он меня заходил. Надо было просто заходить, а не звонить. Как мы помним, формула это мыльный пузырь, слезы смеха и пепел из пера влюбленного бокассиера. Наливаем водичку в кастрюлю на окне. Берем мыло. Нам же нужен мыльный пузырь. Надо шум. Тут где-то должен быть вентилятор или что-то. Что-то в этом роде. А, вот он. Хорошо. Теперь нам при... А, еще раз. Берем ключик. Используем его, как... Ну, чтобы сделать мыльный пузырь. Первый ингредиент готов. Хорошо. Теперь нам нужны слезы радости. Отдистиллируем этот меморум. Прямо реально чувствуешь себя алхимиком в этой игре. Вот и второй ингредиент. И, наконец, третий. Тут перо влюбленного бокассиера где-то было. А вот оно. Ну, вернее, пепел от него. Ну, вернее, пепел от него. Попробуем. 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 И сюда его. Это эликсир, который выращивает эти крылья. Так тут написано. Эликсир полета. Ух ты, наш гоблин превратился теперь. Может, по крайней мере, превращаться в какую-то птицу. Амп превратился в себя самого обратно, но только с крыльями. Попробуем. 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 Улетел. Попробуем. Улетел. Раним Он говорит, а, наконец-то острова рядом с страной Фолиандера, ну, появились, ну, теперь я могу их видеть, типа того. Ладенько, пройдем еще этот уровень и на сегодня, наверное, закончим. Берем ножик. Что интересно, на козу даже нельзя, или козла, нельзя навестись. А вот жаба написано метеоролог. На нее можно навестись. Это метеоролог Будда. Ну, Будда это, видимо, имя. А, ему он должен предвидеть коровлевский ревматизм, говорит. Далее, мешок с песком. Что интересно, весь наш инвентарь почти что исчез. Только Фулберт с нами остался. Так. Используем, да, этот мешок. Опа. Наверное, это для чего-то нужно. Теперь отрежаем один мешочек. Бабах. Зачем-то мы прибили козла. Опять-таки, наверное, это для чего-то пригодится. Уйя. Мы, кажется, с ним знакомы. Метники и субтитров. А, теперь появились. Угу. Он говорит, метеоролог что-то там отпустил меня покататься и оставил меня здесь. Но волна поднялась. Не знаю, что за волна такая. Может быть, наоборот, волна закончилась. Бабах. Бабах. Ладно. Используем нашу клюшку на этой леске. А, идем сюда. Вот есть устройство для надувания шариков. Вот мы и надули себе еще один шарик. А, надо было уйя вот этого посадить на шарик. Хе-хе-хе. Но я ничего не делал. Ладно. Попытка номер два. Наверное, когда он будет здесь пролетать, мы это и сделаем. Ну. А че-то не садишься на шарик? Ничего не понимать. Хорошо. Попытка номер три. В общем, надо нацелиться уей. Не на шарик, а на его... Да. Давай. Опа. Теперь получилось, наконец-то. Поговорим с ним теперь. А он говорит, что его ступням холодно. Нового ничего не говорит. Ну, ладно. Посмотрим на пятнышко на леднике. Он говорит, что эта вещь такая маленькая. Я не могу видеть ее одним... Ну, только глазом. Невооруженным глазом. Вот, точно. Так. Используем нашу удочку на этом... облачке. Вот. Поехали надувать еще один шарик. Так. Это было. Проткнем ножом это облако. Я, честно говоря, думал, Пуэ полетит дальше налево в эту скалу. Хорошо, идем дальше. Страна Фориандр. Ну, мы сюда еще вернемся. Ага, ух ты, какие-то садомаза существа. Колосс вот тут написано. Что интересно, наш герой перестал пользоваться крылышками. Ага, он хочет, чтобы я позволил ему работать. Ему нужно останавливать корабли. Он Фарбалус в клетке. Вот она, правосудие, говорит. Фарбалуса поймал колосс. И тут еще разговаривающий, говорящий робот. Он выглядит поврежденным. Интересно, для чего он был. Вот так. А тут, в общем, я осознал. А, нет, все хорошо. Нет, нет, нет. Я хотел было пожаловаться на то, что... А прохождение снова завело меня в тупик, но нет. К счастью, все хорошо. Эмблема написана. Он говорит, это цеховой знак его работников. Он говорит, если я поставлю их в правильном порядке... ...какого-то там песка будет достаточно. Томой, томой. Субтитры сделал DimaTorzok. Если я смогу взять, то будет достаточно. Так, коллекция трофеев Одиссея написана. Ага, видите, колосс нажимает там на панели управления, когда видит, что один кораблик полетел. Вот такие вот дела. А, я понял. Ничего себе, три положения у него есть. Хорошо. Повторим. 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 А, ясно. Думаю, я понял. Вот. Посмотрим на телескоп. Ну, конечно, колосной не дает это сделать. По правде, чего-то подобного я и ожидал. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. В общем, этого парня сюда закинуло. Когда мы смотрим в трубу и говорим, там корабль, колосс запускает катапульту, вот в чем дело. Опа, далеко запускает, нам надо видимо по-другому настроить катапульту. Ладно. Попробуем запустить его из такого положения. Посмотрим куда он улетит. Наверное к сыру. Да, он так и есть. Теперь мы можем поколдовать над сыром. Ага, сыр стал немножко живым. Ладно. Повторим это занятие. Повторим это занятие. Повторим это занятие. Мам. 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 Понятно. Отлично. Теперь мы так запустим катапульту. Куды-куды запустили. Ладно, я понял. Надо встать блаунтом туда, а у ей заменить положение катапульты. Например, на этом. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы сюда прилетели. А зачем? Хорошо. Видимо, мы не туда прилетели. Придется повторить наш эксперимент немножко. Продолжение следует. Отлично. Теперь мы сможем взять этого червячка. Брезгут. Похоже, ему здесь нравится, говорит. Ладно, тогда вытащим его удочкой. А теперь удочкой же возьмем этот телескоп. «Все, походу, все, что надо, пока что мы здесь сделали». Просто смотрю, тут активные зоны. Хорошо. Тут есть какая-то дыра в облаках. Порыбачим в ней. Мы получили рыбу-пилу. Неплохо. А телескоп используем на этой битне. Помните, он говорил, что невооруженным глазом не может там ничего рассмотреть. Ух ты. Он увидел там какую-то мокрицу. Безу. Мигрирующий летающий жук. И ей очень холодно. Не-не-не-не-не. Никуда не иди. Я не это имел ввиду. В первой части была такая вещь. Мы колдовали над камнем и он превращался в лестницу. Здесь, видите, нечто подобное происходит тоже. А точно нам, наверное, нужен для этого шарик. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Поздно. Блин. Ладно, придется повторять. Нам надо перенести эту Ую сюда. Давай. Лети. Блин. Что же так сложно это? Такое элементарное дело. Так сложно выполнить. Давай, лети сюда. Тоже. ты нам здесь понадобишься. Вот. отлично. Наверное. В общем, вот что нам нужно сделать. Поставить сюда Ую. Хорошо. Видите, тут два гейзера работают, а третий не работает. на котором стоит нашуя. А вот теперь он тоже заработал. Эхе. хорошо. Берем сумки с песком и накидываем сюда. туда. В корзинку. В корзинку. Повторяем. Угу. Теперь Уя. Уя может освободить того жучка. Чтобы отблагодарить меня, Бизу предлагает попутешествовать со мной некоторое время, говорит. Хорошо. Возвращаемся на предыдущий экран. Или на следующий. Это как посмотреть. Уж ай-база. Леон. Вот здесь. Какой метод. Подписывайтесь на нашуя. Какой браво. Подписывайтесь на нашуя. Какой б pattу. Какой браво. КОНЕ restrictions. Просценばい Kollшеннхмах. Какой браво. Какой браво. Какой браво. На этих пляни. Браво. Продолжение следует... Сейчас будет прикол, смотрите Бабах, по башке ему задели Теперь у него нету его шлема Колдовать на него не получается Он все еще такой же злобный, как и был Ему платят за то, чтобы он не давал пришвартовываться всем кораблям Так он говорит Ну давайте используем рыбу-пилу на этой колонии Он говорит, мое будущее весьма неопределенно Как я выберусь отсюда на этот раз? Действительно, как? А на самом деле вот как Ему поможет его приятель Уя Он говорит, ну этот раз настало время Показать себе Верх моего искусства Ты увидишь то, что увидишь О, я поражен Окей, я кланяюсь Что-то такое сказал Ну что ж, раз он тень Пусть говорит с другой тенью Похоже, этот колосс Имеет аллергию на пыльцу О, тут еще одна тень Кстати, любопытно, что не все тени одурасывают Нету тени у Уи Нету тени у Блаунта И нету тени у Фарбола Но есть тень у говорящего робота Раньше робот Объявлял прибытие кораблей Ему не хватает кусочка Ну что ж, раз Колосс У колосса аллергия на пыльцу То мы используем на нем Нашу Пчелку Бизу Вот а как Итак, наш жучок На лице колосса Попрыгаем к его Зубику А внутри там зубочистка О, жучок Младший Этот ребенок такой милый, говорит Ну раз он милый Вдарь ему, как следует Жучок родитель, вроде как Это старший брат Придется ему тоже врезать Видимо по очереди Опа А тут кажется Мими, жучок Мими и жучок Лили Они все недовольны А вот и мамочка Жук Говорит, это вообще целый джунгли тут Это папочка жук Он хотел нас ударить, но мы его первые Разорубили Хорошо Всех жучков мы, кажется, замочили Давайте ему по глазу ударим Ага Ну, вместо того, чтобы вдарить Он решил ему Приоткрыть таким образом Он говорит, я вижу соринку в его глазу Но не могу достать ее Тогда, может, стоит воспользоваться Другим способом Опа Вот мы и достали Что же нам делать с этой соринкой Давайте попробуем ее пнуть Это вроде ничего не дает Давайте попробуем зайти в другое ухо И мы окажемся в его ноздре Очень удобно, чтобы Зацепиться за волосинку В его ноздре Опа Теперь В общем, видимо, было неприятно Из-за этого Он заплакал, бедный колосс Да, и мы таким образом спустили соринку Ну что ж Но этого, наверное, недостаточно Возьмем зубочистку Вдруг еще пригодится Спустимся вместе за соринкой Опа Давай, прыгай вверх Прямо в слизинку Хорошо Что же теперь нам делать? Говорит, вот та песчинка Которая сломает эту машину Что ж, уходим отсюда Вон та песчинка Вижу Взяли Что ж Так как он сказал, что Эта песчинка Разрушит машину То давайте машину И установим Он говорит Песчинка Была установлена Теперь давай Запустим машину Что ж Раз надо Значит надо Давайте сделаем так Похоже колосс недоволен Но ничего не поделаешь Мы получили Шестерню Наверное Ее нужно вставить в робота Нет Говорит, он больше не работает Но я могу попробовать Починить это Ну хорошо У него свои методы Починки Вот такие О, я что-то сказал Что-то сказал Не важно Зерно пыльцы Я смотрю Тут есть Снова используем Пыльцу На колоссе Посмотрим Что из этого Выйдет А теперь Здесь есть пыльца Понятно Сперва нам нужно До нее добраться Это не так-то просто И теми Ходу нет Прохода нет Придется другим путем Не таким прямым Не таким прямым Давайте засунем Засунем эту Пыльцу В ноздрю Колоссу То есть Провоцируем Его аллергию Не держится Не держится Вот ведь А если вставить Сюда Зубочистку И уже потом Засунуть Например В ухо Он говорит Зерно пыльцы Слишком большое Не проходит Это удивительно Потому что Сам Сама пчелка Проходила Хотя она явно Больше зерна Опа Глядь осторожным Он сейчас будет чихать Помогите Поскольку нет Субтитров Я ничего не понимаю Что там говорят Типа Луна появилась Да И наш герой Снова превратился В волка Ну воборот Опа Ну что ж На этом Мы пока Закончим Спасибо За просмотр Дорогие друзья И до новых встреч Пока пока